МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Не митинг и не забастовка. Сотрудники Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики рассчитывают на погашение долгов по зарплате. Нетепличные условия для тепличного овощеводства. Аграрии со всей страны обсуждают в Чебоксарах проблемы отрасли. Не скучно о бюджете. Членам правительства предложили разгадать кроссворд и проверить финансовую грамотность. Распределение средств на строительство дорог, грядущая рекультивация пехтуринской свалки, исполнение бюджета. Эти и многие другие вопросы сегодня рассмотрели на очередном заседании Кабинета министров. Подробности у Дмитрия Ковалева. В Республиканском Минфине к очередному заседанию Кабинета министров подошли творческие. Членам правительства предложили разгадать вот такие кроссворды, а заодно и проверить их финансовую грамотность. Большинство ответили на вопросы без ошибок. К слову, в ведомстве уже не первый год реализуют проекты, которые помогают вовлечь граждан к формированию бюджета. Исполнение бюджета на сегодняшний день у нас также сформирован портал общественных финансов, где в ежедневном режиме, в онлайн-режиме можно следить за исполнением бюджета в разрезе программ мероприятий. В Минфине готовятся представить отчет об исполнении бюджета за прошлый год. По его итогам доходы республиканской казны превысили 40 миллиардов. Что касается собственных доходов, то темп роста 16,9% к уровню прошлого года и 25 миллиардов 668 миллионов рублей – абсолютное их значение. Также обеспечено увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Они возросли более чем на 522 миллиона рублей. Большая доля поступлений мы имеем от налога на доходы физических лиц. Доля структуры доходов составляет 34%. Выросли доходы и в сфере медицины. На эти показатели, говорят, в региональном Минздраве влияет и постоянно растущий престиж клиник Чувашия. В республику приезжают лечиться жители крупных мегаполисов. Только за один год, 2016 год, число таких пациентов увеличилось более чем в 10 раз. А благодаря этому республику дополнительно получило финансовые средства для поддержания наших медицинских учреждений более 500 миллионов рублей. Конечно, это говорит прежде всего о доверии к нашей медицине. То, что наши медицины и наши медицинские организации, они стали достаточно конкурентоспособными. Еще одна позитивная новость от членов Кабмина. На регультивацию пехтулинской свалки в этом году направят более 120 миллионов рублей. В ближайшее время начнется технический этап работ. Субсидии на регультивацию пехтулинской свалки в размере 122 миллиона 520 тысяч рублей, в том числе 113 миллионов 943 тысяч рублей из федерального бюджета и 8 миллионов 570 тысяч рублей из республиканского бюджета в соответствии с данным проектом обстановления передаются бюджету года Чебоксана. Планируем в апреле согласовывать технические задания. Сейчас, в ближайшее время будем объявлять. Сложностей не будет. По таким проектам у нас опыта нет, по-моему, реализации. Есть определенные сложности, поэтому согласовываем совместно с Министерством технические задания в проведении конкурсной документации. В этом году большую сумму планируют направить и на строительство дорог в муниципалитетах. В 2017 году предусматривается направить средства в сумме 88 миллионов 121 тысяч рублей. Рассмотренные проекты постановлений утвердят депутаты госсовета. Дмитрий Ковалев, Эндрис Передонов, Республика. В республике сохранят льготы на приобретение путевок в оздоровительные лагеря. Бесплатно их будут получать многодетные семьи, дети, инвалиды и сироты. Сегодня об этом заявил министр труда и социальной защиты Чувашии. Вторая группа – это те граждане, которые находятся в трудной жизни ситуации. Они будут оплачивать 5% стоимости путевок. И третья категория граждан, которые будут пользоваться льготами, это будет зависеть от величины среднедушевого дохода на каждого члена семьи. Там стоимость путевок колеблется от 20% до 50%. На сегодняшний день стоимость путевок будет стоить в пределах 13 700 рублей. Это где-то на 500 рублей дороже, чем было в прошлом году. Эта стоимость путевок повышается в соответствии с индексом-дефлятором, который мы определен на 2017 год. Необходимо отметить, что мы планируем организовать отдых более 102 тысяч детей, которые проживают в Чувашской республике. Это дети в возрасте от 6 до 18 лет. На сегодняшний день идет подготовительная работа. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил перед участниками программы профессиональной переподготовки в Московской школе управления Сколково. Там работала и наша съемочная группа. Вот что передают наши коллеги из Москвы. Сегодня Михаил Игнатьев выступил в качестве эксперта перед участниками программы профессиональной переподготовки по обучению команд, управляющих проектами развития моногородов в Московской школе управления Сколково на тему «Лучшие практики. Опыт Чувашской республики». В своем выступлении Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии 20% населения проживает в моногородах. Это в городах Канаш, Мариинский, Посад, Алатарь, Шумерля и Новочваксарск. Развитие монопрофильных муниципальных образований, формирование новых точек роста и развитие новых производств в моногородах является одним из приоритетов работы правительства Чувашской республики. Обращаясь к участникам обучающей программы, Михаил Игнатьев особо обратил внимание на то, что в Чувашской республике сделается ставка на высокотехнологические проекты. Было задано много вопросов. Участники проекта интересовались, как благоустраиваются моногорода в республике, как развивается биотехнологический кластер. Спросили поделиться опытом создания индустриальных парков. Отмечу, что участниками обучающих программ становятся команды со всей страны. Основная цель совместного образовательного проекта – создание единого пространства работы с проблемами моногородов. Более подробно смотрите в программе «Республика» уже завтра. Стало известно имя нового руководителя казенного учреждения управления автомобильных дорог Чувашской республики. Им стал Роман Каляев. В прошлом он также занимал руководящие должности в организациях «Автолайн», «Алтынком», «Чуваш Агрохим Сервис». Имеет высшее образование по специальности стандартизация и сертификация. Напомним, что предыдущим директором предприятия был Евгений Барсуков. Станки стоят, зарплаты нет. Ситуация на Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрике остается непростой. Еще к концу прошлого года на предприятии сложилась задолженность по зарплате. Картина сегодняшнего дня в материале нашего корреспондента. Это не митинг и не забастовка. Работники цехов собрались около проходной фабрики с одной целью – узнать о дальнейшей судьбе предприятия. Знаете, просто обидно очень. Вроде всю жизнь поработали на это предприятие. Мы же ведь никого не ругаем. Все равно хочется жить, понимаете. Все говорят – увольняйте, увольняйте, сидите. А вот куда пойдем мы? Мы всю жизнь поработали здесь. Мы ничего больше делать не умеем. Мы просто хотим работать. Вот поймите нас самое главное. А не сидеть дома. В последние месяцы фабрика практически не работала. Люди по несколько недель вынуждены были сидеть дома. А с 1 марта уже этого года производство полностью встало. Мы целые месяцы без работы сидим. Нам никто не помогает. Мы писали. Все безвыходно. У нас ни выхода нет, ничего нет. Просто мы хотим, чтобы нас услышали. Надо сказать, что долги по зарплате составляют 6 миллионов. Правда, со вчерашнего дня сотрудникам начали выдавать деньги за декабрь и погасили полтора миллиона. Остальную сумму планируют выплатить в ближайшее время. Сейчас руководство предприятиев много всяких решений принимает. Одно из них – получение кредита в банке для того, чтобы запустить производство. И в первую очередь, конечно, выплатить заработную плату людям за декабрь и январь хотя бы. Дальше запуск производства и работать в полную силу. Чтобы все начали работать. И планировали мы это сделать с 1 апреля. Новое руководство стоит у руля фабрики меньше месяца. Но уже есть планы по выходу из положения. Без программы по оптимизации не обойтись. Для начала необходимо найти средства на закупку необходимого сырья. Дальше – запуск производства, ориентированного на оптовые продажи. Возможно, придется закрыть часть фирменных магазинов в других регионах. И все же специалисты отмечают – спрос на продукцию есть. Ну, все-таки святого будущего где-то мелькает она, нет? Хотелось бы, чтобы мелькнула, но... То так, то так. То за тучки, то облачные. Посмотрим. Поживем и увидим. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов. Республика. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении начальника отдела транспорта администрации Чебоксар и его подчиненной. Их подозревают в получении взятки. По версии следствия, в городе Чебоксара в январе-феврале 2017 года подозреваемый, а 8 марта его подчиненная через посредника получили взятки в размере 40 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно от двух индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки по трем городским автобусным маршрутам. Эта взятка предназначалась муниципальным чиновникам за обеспечение им беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок. В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Рядом с 4-й столичной гимназией начали убирать гаражи. Еще в начале марта было решено демонтировать металлические конструкции. Дотем здесь отремонтируют подъездные пути к учебному заведению. На однополосной проезжей части постоянно возникают заторы из-за приезжающих и отъезжающих автомобилей. Кроме того, предполагается засыпать котлован. Импортозамещение в тепличном овощеводстве. Об этом сейчас в Чебоксарах говорят аграрии со всей страны. В столице Чувашии прошло совещание участников ассоциации теплицы России. Россияне едят все больше отечественных овощей. В 2016 году в страну ввезли в половину меньше огурцов и помидоров иностранного производства, чем в предыдущие годы. Таковы данные федеральной таможенной службы. Поспособствовали этому санкции и политика импортозамещения. Впрочем, только на этом урожая не вырастить. Овощеводство в защищенном грунте – как бег с препятствиями. На пути фермера больше десяти барьеров, отмечает президент ассоциации теплицы России Аркадий Муравьев. А еще нужен доступ к качественной и чистой воде для поливки, профессиональные кадры, возможность реализовать свою продукцию и еще много того, о чем не задумывается покупатель, желающий приобрести к обеду недорогие отечественные овощи. Впрочем, главное пожелание овощеводов – более прозрачный и удобный механизм господдержки. Такие совещания нужны в том числе, чтобы донести мнение специалистов тепличных хозяйств до ведомств, отвечающих за решение поставленных задач. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Игорь Зверев. Республика. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии – руководитель управления Роскомнадзора Почувашия Татьяна Евдокимова. Речь пойдет о том, как защитить детей от негативной информации, которая поступает из сети интернета, и как защитить свои персональные данные. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Впереди вас ждет еще полезная информация. Наши новости программы смотрите на сайте НТРК21.ру. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Компании «Инфолинк» ведущему местному телеком-оператору 20 лет. Она входит в число наиболее динамично развивающихся и эффективных предприятий Чувашии. К этому знаменательному событию компания «Инфолинк» подготовила фейерверк праздничных мероприятий. Первый из них – уникальный конкурс «Интернет-гел». В нем приняли участие девушки, активные участницы социальных сетей. Конкурс состоит из нескольких этапов. Вначале – кастинг и крутая фотосессия. На следующих этапах – экскурсия участниц в офис «Инфолинка» и создание образа в стиле 90-х. По итогам кастинга жюри выбрало 15 самых интересных участниц. У девушек уже была фотосессия. Вы можете посмотреть их фотографии в нашей официальной группе ВКонтакте. И, конечно, проголосовать за девушку, которая вам нравится больше всего. Ну а в дальнейшем конкурсанток ждут еще более интересные, увлекательные и каверзные задания. Обязательно следите за нашими новостями и болейте за этих девушек, которые вам нравятся больше всего. Финальная часть конкурса «Интернет-гел» состоится 26 апреля в Чебоксарском клубе «Мега-галакси» на вечеринке 90-х. Для гостей и участниц компания «Инфолинк» подготовила приятный, а для многих и долгожданный сюрприз. Специальный гость этого мероприятия – Оксана Пачепа. Все ее знают как «Акула», ее известные треки «Мало», «Кислотный диджей» и много других треков. Всем привет, друзья! Оксана Пачепа. 26 апреля. «Мега-галакси». Вы представляете, что за мега-вечеринку мы устроим? Ты обязан быть. 26 апреля. Введи в календаре. Субтитры подогнал «Симон»!